Всем привет, друзья! С вами Михаил, игра от Rise of Heroes. Сегодня поделюсь своими мыслями по поводу призывов. Походу у нас новый цикл будет по призывам. Пока это всё предварительно, официально никакой информации, друзья, не было по этому поводу. Но судя по тому, что есть официальное подтверждение, что выход новых героев гиперпространства будет ускорен. И вот новый герой после этой информации Рена вышел на следующий игровой месяц. Если он сразу стал гипером, то логично предположить, что у нас цикл с 1-3. То есть каждый третий месяц у нас выходил герой гиперпространства, становится теперь 1-1. То есть выходит герой и через месяц он становится героем гиперпространства. А в тот месяц, когда он становится героем гиперпространства... Ух ты, как много гиперпространства в этом видео будет. У нас будет вот такой призыв на выбор. Единственное, что меня смущает, друзья, так это выбор героев. Я, честно говоря, не понял, то ли это баг, то ли это с кристалла на выбор перенесли иконку. Я не понимаю, за чего они ограничили последними четырьмя героями. В общем, что я думаю, друзья, однозначно в данной конкретной ситуации, если выбирать, то только последних двух героев, так как Медуза и Артур же это герои, которые не станут героями гиперпространства, их ставить вообще нет никакого смысла. Единственное, что вы хотите что-то там потестить, а Седогриф и Рена у вас есть. У меня они оба есть, но тем не менее кого-то надо поставить, чтобы даже обычные призывы делать. Но я поставлю себе Артура, я его так чисто собираю. После выбора, понятно, вы не сможете потом выбирать награды. Все понятно. То есть нам здесь описывают, друзья, что этот герой и его призыв, вот эти ивенты, Греч, Великий Храм и героический призыв будут подвязаны под него. Я себе ставлю. Что можно сделать предположение? Друзья, зацикливаться теперь прямо на том, чтобы подгадывать под какую-то фракцию, вообще не имеет смысла. Посмотрим в следующие месяца, как это будет выполнено. Конечно, если это будет в таком виде, что только последних четыре героя, это, конечно, лажа. Посмотрим в следующий месяц, если такое повторится, я, наверное, буду писать разрабам, но это лажа. В идеале в Idle Heroes, ну, это вся система с Idle Heroes сделана. Там выходит герой, на следующий месяц он становится героем гиперпространства. А вот этот призыв на выбор, ты можешь выбрать любого абсолютно героя, включая и свет, и тень. Здесь же у нас всего четыре, пока непонятно. Но я надеюсь, это поменяется, и тогда можно будет абсолютно не подвязываться под какие-то конкретные фракции, на свет и тень там собирать. Можно влетать просто в этот ивент на выбор призывной и выбирать себе любого героя. Естественно, любого героя, который будет героем гиперпространства или уже стал и его призывать. По крайней мере, виднеется такая логика. Вот это, конечно, вот этот момент меня звездец как смутил. Вообще я не понял этого. Вы пишите в комментариях. Возможно, кто-то где-то слышал, на кой ляд это было сделано. То есть призыв на выбор, но только выбрать можно четырех героев. Уже бы даже добавили всех остальных предыдущих, чтобы можно было бы того же Кейна, явления, кому надо, могли бы себе спокойно набрать копии. Да, я понимаю, что есть они и в сундуках некоторые герои в магазине. Старые герои есть в магазине гильдийском. Можно там набрать и Жеку и того. Но они неиграбельные. Лираю, кто-то молителен, можно в магазине гильдий взять. Но, скорее всего, у нас такой цикл будет ждать. К этому надо готовиться, к этому надо пристраиваться. Но если вот этот будет упираться в чисто, друзья, в последних четырех героев, то я даже не знаю, как с выходом света и тени. Свет и тени вообще здесь не будут. Или будут добавляться. Или будет это на постоянку, друзья, сюда. Вот последние четыре героя, включая свет и тень. В общем, ничего не понятно пока, но к этому стоит готовиться, друзья. Ждем следующий месяц. Увидим, будет ли эта схема повторяться. И тогда уже можно будет какой-нибудь гайд, как лучше копить свитки и куда их лучше вкидывать. Но к этому готовиться нужно, друзья. Пишите свои мысли в комментариях, друзья. Возможно, у вас тоже какие-то идеи интересные в связи с этим возникают, как лучше теперь использовать игровые ресурсы в связи с такими изменениями. Всем хорошего настроения. Надеюсь, видео вам будет полезным. Понравится. Мирного неба над головой. Всем добра-добра. И до встречи в следующих видео.